Привет! Обычно мы думаем, что если ты родился принцем, тебе повезло, и жизнь будет прекрасна. Но сегодня я расскажу историю, которая показывает, что это не всегда правда. Я Станислав Чернышев, и вы смотрите и слушаете русский календарь. Павел был сыном Екатерины Второй и Петра Третьего, или многие думают, что он был сыном Екатерины от другого мужчины. Но кажется, вы знаете, я думаю, что она так не любила сына, что, наверное, он был сыном от нелюбимого мужа. Гвардейцы, друзья Екатерины, ее мужа Петра, арестовали, а потом и убили, и она села на трон и стала императрицей Екатериной Великой, о которой вы все много знаете. А Павел жил, учился и ждал момента, когда он станет императором. И ждал очень долго, больше двадцати лет, потому что Екатерина абсолютно не хотела отдавать ему власть. Она изолировала его недалеко от Петербурга в Гатчине, но дальше, чем был ее дворец, дворец в царском селе. И это значит, он не мог приехать в город так, чтобы она не знала об этом. Он всегда был под контролем. Сегодня мы можем сказать, что Павел больше чем двести лет назад узнал, что значит самоизоляция. И он жил там, командовал своими солдатами и ждал. И в результате он стал мистиком и даже магистром мальтийского ордена, ордена Мальты. Когда принц Павел был в Вене, он должен был смотреть в театре пьесу Шекспира, Гамлет. Но актер, который играл главную роль, отказался играть. Он сказал, я не хочу быть театральным Гамлетом, когда в зале сидит Гамлет настоящий. После смерти Екатерины в сорок два года он пришел к власти и начал реформы. И его реформы были все делать не так, как делала мама Екатерина. С кончиной у матушки моей кончается женское правление в державе нашей. Начинается правление мужеское, рыцарское, справедливое, но твердое. Например, ее время было золотым веком аристократии. Павел принимал законы, которые делали жизнь аристократии труднее. Но неплохие законы для простых людей, для крестьян. Например, как я рассказывал в одном видео, он приказал, чтобы крестьяне не работали на на хозяина больше, чем три дня в неделю. То есть максимальный налог был пятьдесят процентов. Вообще в Петербурге есть много мистических историй и есть много мистических историй про императора Павла. Например, рассказывают, что еще молодой Павел гулял на берегу Невы ночью и встретил человека в черном. И этот человек сказал ему, бедный, бедный Павел. Кто ты? спросил Павел незнакомого человека. Ты знаешь меня, и мы еще встретимся здесь, на этом месте, ответил человек, открыл лицо. Но это был Петр Первый. И через несколько лет Павел узнал, что на этом месте Екатерина решила построить медный всадник, памятник Петру. Кстати, Павел ответил ей другим памятником, и эту историю я рассказываю в специальном видео. Итак, когда англичане оккупировали Мальту, Павел решил договориться с Наполеоном, и у них был такой план кампании против Англии. Наполеон должен был воевать против Англии в континентальной Европе, а Россия послать армию в Индию через Центральную Азию или через Сирию и Ирак. Кажется, это был безумный план, но он мог сработать, и без индийских колоний экономику Англии ждала катастрофа. И, может быть, Наполеон выиграл бы войну против Британии, и вся история Европы была бы абсолютно другой. И, кстати, история Индии и Центральной Азии тоже. Конечно, Павел был немного странным человеком, он любил порядок и, например, регулировал одежду и даже слова. Например, ему не нравилось слово отечество, и он говорил, что надо использовать слово государство. И он запретил импорт книг из Европы. Но часть его реформ действительно была прогрессивной. Как мы видим, у него было две группы врагов. Это была русская аристократия и Великобритания. И вот как-то вместе они организовали заговор против него. Хорошее слово. Заговор. Запомните. Часто говорят, что есть разные теории заговора. Павел хорошо помнил, что сделали с его отцом. Он знал, что у него есть враги, и он боялся, что его могут убить. Тем более он помнил, как встретил на берегу Невы призрак Петра. Еще одно слово, которое вы можете запомнить. Призрак. Например, известный мюзикл Эндрю Ллойда Вебера. По-русски называется Призрак оперы. Так вот, он решил построить замок, где он будет в безопасности. И что вы думаете? Павел сидел на троне ровно четыре года, четыре месяца и четыре дня. Он переехал в этот замок. Прожил там сорок дней. И в этом замке группой аристократов он был убит. Как убивать-то будете? Как батюшка моего Петра Третьего? Смелее! В общем, это очень мистическая история. И в Петербурге, конечно, два века живет легенда о том, что призрак императора Павла регулярно гуляет по этому замку. Конечно, после убийства императора Романовы больше не хотели жить здесь, и здесь сделали школу военных инженеров. И в этой школе учились такие известные вам военные инженеры, как писатель Достоевский и композитор Мусоргский. Но это уже другая история, которую я расскажу вам в другой раз. Спасибо! Вы смотрели и слушали Русский календарь. Если вы знаете интересные мистические истории, напишите в комментариях.